Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемый президиум. В начале своего доклада несколько слов о новом развивающемся направлении онконефрологии. Международные нефрологические сообщества пришли к выводу, что связь онкологических заболеваний и болезней почек в настоящее время является актуальной проблемой. Созданы рабочие группы по данному направлению и основные задачи представлены на данном слайде. Это острое повреждение почек, нефротоксичное действие противопухолевой терапии, о которых речь пойдет сегодня. Это парано-пластические нефропатии, введение пациентов с нефрактомией и с резекцией почки по поводу рака почки. Это заместительная почечная терапия у онкологических пациентов, трансплантация почки пациентов онкологического профиля и риск развития злокачественных новообразований у пациентов в терминальной стадии почечной недостаточности. Также это противоболевая терапия у онкологических пациентов, имеющих хроническое заболевание почек и онкологическое лечение пациентов после пересадки почки. Итак, острое повреждение почек. Позднее в Канаде было проведено более крупное исследование, включившее в себя уже 163 тысячи пациентов, получавших противоопухолевую терапию на протяжении 7 лет. И был установлен прирост ежегодной заболеваемости с 18 до 52% за весь период наблюдения. Также было отмечено, что каждому десятому пациенту требовалась госпитализация в связи с развитием данного осложнения. И были выделены основные группы риска. Это пациенты с множественной мейломой, с раком мочевого пузыря, лейкозами и раком почки. Итак, определение. В настоящее время для постановки данного диагноза необходим один из следующих критериев. Это увеличение уровня сывороточного креатинина более чем на 26,5 микромоль на литр в течение 48 часов. Это увеличение уровня сывороточного креатинина в полтора раз и более от ранее известного или предполагаемого на протяжении 7 дней. И снижение суточного диуреза менее 0,5 мл на килограмм в час в течение 6 часов. Чтобы было более понятно, для пациента весом 70 кг это будет составлять менее 200 мл на протяжении 6 часов. Любой из данных критериев позволяет нам установить этот диагноз. Принятая классификация по КАИДИГа включает в себя три степени тяжести. Наиболее легкая это повышение уровня сывороточного креатинина в полтора 1,9 раз. Показатели диуреза менее 0,5 мл на килограмм в час в течение 6-12 часов. Вторая степень это уже повышение уровня креатинина сывороточной крови в 2-2,9 раз. Показатели диуреза те же, но уже на протяжении 12 часов. И третья наиболее тяжелая это повышение креатинина в три раза и более. Либо достижение цифр 353,6 микромоль на литр. Либо же необходимость начала проведения заместительной почечной терапии. По показателям диуреза это анурия в течение 12 часов, либо более резко выраженное снижение темпов диуреза. Факторы риска развития острого повреждения. На данном слайде представлены общие факторы риска, включающие в себя дегидратацию, пожилой возраст, это женский пол, принадлежность к анегроидной расе, хроническую соматическую патологию, отдельно выделяют сахарный диабет. Это злокачественные новообразования, анемия и также прием лекарственных препаратов, таких как ингибиторы АПФ, сортаны, нестероидные противовоспалительные препараты. Пациенты со злокачественными новообразованиями попадают в особую группу риска в связи с наличием у них дополнительных факторов, таких как прием нефротоксичных препаратов, здесь уже речь идет о химиотерапии, риск массивной кровопотери, которая может быть обусловлена прорастанием опухолью сосуда либо оперативными объемными вмешательствами. Это также задавление мочевых путей опухолью, лимфатическими узлами, астетической жидкостью, возможным развитием тромбоза почечных артерий, необходимостью неоднократных проведений контрастных исследований и риском развития фибрильной нейтропении, сопряженной также с риском развития сепсиса, септического шока. Как правило, причина повреждения почек у онкологических пациентов носит многофакторный характер, однако клинически полезно выделять три основные группы, так как подходы к лечению будут зависеть от причины. Разберем каждую из них. К приоренальной причинам относят потерю внеклеточной жидкости со снижением внутрисосудистого объема вследствие кровотечения, также рвота, диарея. Также это при распределении объема в жидкости в организме, которая может возникать при гипоальбуминомии, анифротическом синдроме, асците. Также в эту группу попадают спазм сосудов, нарушение гемодинамики при сепсисе, гиперкальцемии, ингибиции, синтеза простагландинов, например, на фоне приема нестероидных противовоспалительных препаратов. И дилатация ферментных артериол, как правило, тоже лекарственно-опосредованная, например, на фоне приема ингибиторов АПФ. Наиболее частой причиной в данной группе является сепсис, нарушение гемодинамики. Ренальные причины. Острый канальцевый некроз, который может носить два варианта характера, это ишемический и токсический. Ишемический острый канальцевый некроз развивается в случае, когда приоренальные причины и нарушения гемодинамики, о которой до этого я говорила, носят затяжной характер и уже приводят к некрозу клеток, что прогностически является крайне неблагоприятно. И наиболее частая причина – это токсический канальцевый некроз. Он, как правило, связан с лекарственной токсичностью, с проведением химиотерапии. Также в эту группу попадают острые тублоинтерстициальные нефриты и более редко встречающиеся гломерулярные повреждения, включающие в себя мембранозную нефропатию. У онкологических пациентов это наиболее частый гломерулонефрит, который можно наблюдать. Это болезнь минимальных изменений, фокально-сегментарный гломерулосклероз, ига-нефропатия. Также сюда же попадает окклюзия сосудов почек вследствие тромботической микроангиопатии, которая может развиваться как параноэпластический синдром, так и, опять-таки, лекарственно-посредованное. Также ДБС-синдром и непосредственно прямая инфильтрация опухолевыми клетками. Постренальные причины носят следующий характер – это обструкция мочевыводящих путей вследствие издавления, либо же того же прорастания. Это острауратная нефропатия, которая может развиваться вследствие синдрома лизиса опухоли. И постлучевой фиброз при применении лучевой терапии на органы малого таза, что тоже может являться причиной острого повреждения. Нефротоксичность. Нефротоксичность лекарственной и противопухолевой терапии продолжает являться одной из ведущих причин острого повреждения почек у данной группы пациентов. Степень повреждения будет зависеть от дозы, длительности приема препаратов, комбинации и также исходного состояния почек, который будет определять возможные риски и тяжесть повреждения. Основные механизмы – это прямое цитотоксическое действие, это могут быть симмунопосредованные реакции, также влияние на гемодинамику и гормональную регуляторную систему почек, и отдельно можно выделить тоже мочекислую нефропатию. Варианты повреждения могут быть различные, и они представлены на данном слайде, то есть повреждаться может любой отдел нефроном. Основные группы нефротоксичных препаратов представлены на данном слайде. Это группа алкилирующих препаратов, соединение платины, наиболее часто применяемый известный препарат из платины, менее нефротоксичный карбоплатин – это хлоротиламины, производные нейтрозомочевины, препараты группы антиметаболитов, антагонисты фолиовой кислоты, перимедина, гидроксимочевина. Это противоопухолевые антибиотики и более новые препараты, включающие в себя ингибиторы ангиогенеза, тирозинкиназы, генокиназы, пластической лимфомы и чекпоинт-ингибиторы. Несколько слов об отдельных препаратах. Цисплатинно-индуцированная нефротоксичность может проявляться как минимальными биохимическими изменениями, так и вызывать острое повреждение почек. Ранний клинический опыт применения цисплатина показывал частоту развития данного осложнения от 14 до 100%, но благодаря проведению профилактики в настоящее время эти цифры снизились до 28-36%. Факторы риска, включающие в себя возможные осложнения, это напрямую зависит от дозы, кумулятивной дозы, наличие у пациента гипоальбуминемии, предшествующего состояния функции почек, женский пол, пожилой возраст, также сюда относят курение. Локализация повреждений – это максимальное отделы канальцев, реже может возникать гламирол и нефрит, еще более редкое осложнение – тромботическая микроангиопатия. Симптомы повреждения, как правило, развиваются на 3-5 сутки после введения. Возможно, в связи с тем, что повреждается максимальное отделы канальцев, возможно, электролитные нарушения. Разработаны профилактические меры при введении цисплатина, включающие в себя разделение суммарной дозы препарата. Основное – это гидротация из расчета 0,5,2 литра на метр квадратный физиологическим раствором за 12-24 часа до введения. При задержке жидкости рекомендовано назначать манитол, и при применении больших доз введение манитола обязательно. Метод рексад – нефротоксичность, как правило, может проявляться только при использовании высоких доз, в то время как при обычном длительном дозировании данное осложнение встречается крайне редко. Развивается остротобулярный некроз в условиях кислой реакции мочи, и, исходя из этого, профилактические меры будут направлены на подшелачивание мочи с помощью введения гидрокарбоната натра и также гидротация физиологическим раствором. Рекомендовано применение педлевых диуретиков. При назначении высоких доз вводит лейковарин, закономерно мониторировать уровень креатинина в течение первых суток и вторых после введения. И фосфамид. Частота повреждений до 28%. Факторы риска стандартные. Локализация повреждений – это максимальное дело канальцев. Также может повреждаться эпителемочеводящих путей с развитием геморрагического цистита. Разработаны меры профилактики, включающие в себя введение физиологического раствора, назначение местное. Необходим ежедневный контроль общего анализа мочи. И закономерно при появлении симптомов повреждения введения препарата прекратить. Несколько слов о бевоцезумабе. Наиболее часто в клинической практике наблюдаются осложнения в виде артериальной гипертензии и протеинурии. Артериальная гипертензия – это могут быть вновь выявленные случаи, либо это ухудшение предшествующей артериальной гипертензии. Если данные осложнения удается оккупировать с помощью адекватной антигипертензивной терапии, то лечение препаратом можно продолжить. В более редких случаях может развиваться травматическая микроангиопатия, более грозное осложнение, которое будет проявляться острой почечной недостаточностью. В этом случае рекомендовано лечение прекратить. И для оккупирования данного осложнения рекомендовано вводить высокие дозы глюкокортикостероидов. Также применяют плазмообмен и введение свежезамороженной плазмы. Несколько слов о более новых препаратах. Это ингибиторы тирозинкиназы и ингибиторы геногеназопластической лимфомы. Острое повреждение почек описано. Локализация повреждения представлена на данном слайде, но это осложнение является редким. Конкретных цифр в настоящее время не имеется. Профилактика, к сожалению, пока не разработана. Для лечения также применяют глюкокортикостероиды. И ингибиторы контрольных точек иммунитета. Поражение встречается до 3% в случаях. Однако, согласно данным аутопсии, процент повреждений может быть выше. Локализация – это острый тублоинтерстициальный нефрит, может быть, бывая лезь минимальных изменений, и фокально-сегментарный гламиролосклероз. Для лечения также применяют глюкокортикостероиды в высоких дозах. Завершая свой доклад, хочу сказать, что проведение химиотерапии значительно улучшает выживаемость пациентов, однако нефротоксичность остается важным и не до конца изученным осложнением. Поэтому проблема острого повреждения почек требует междисциплинарного подхода и совместных усилий онкологов и нефрологов. Благодарю за внимание. Продолжение следует...